В Ненецком округе состоялось первое заседание Организационного комитета при губернаторе округа по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую вся страна будет праздновать 9 мая 2020 года. Губернатор округа Игорь Кошин призвал всех отнестись к организации празднования со всей ответственностью и уделить особое внимание ветеранам, вдовам, труженикам тыла и детям войны. Ни в коем случае не должно быть у нас формального подхода и максимум внимания мы должны уделить ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла, детям войны. Муниципальные власти, у нас здесь присутствует и глава Дополярного района, и мэр города Наримара, попрошу уделить максимальное внимание всем памятникам, по максимуму привести их в порядок, на территории каждого поселения создать такую хорошую, торжественную атмосферу праздника. Атмосферу праздника должна создать истина памяти, которую планируют воздвигнуть в центре города на Аллее Славы к 2020 году, к 75-летию Великой Победы. В заседании рабочей группы, которая состоялась накануне, было принято решение реализовывать проект поэтапно. Первым этапом будет создание группы людей, трех-четырех человек, которые займутся сверкой и обобщением имен участников Великой Отечественной войны. Вторым этапом подразумевается создание интернет-ресурса, стены памяти и регулярная актуализация информации на данном ресурсе. Установка информационного сенсорного экрана в Ненецком Кровеческом музее в формате книги, где каждый мог бы уточнить информацию, найти и откорректировать ее с помощью сотрудников рабочей группы, которые находятся. Также проведение открытого конкурса на лучший эскиз экспозиционной группы с учетом реконструкции памятника Великой Победы и подготовка ходатайства о выделении средств. Кроме того, будет создана рабочая группа по обновлению памятников как в городе, так и в населенных пунктах округа, которые нуждаются либо в косметическом, либо в капитальном ремонте. Вместе с тем регион примет активное участие во всероссийских акциях, таких как письмо памяти, георгиевская ленточка, вахта памяти, бессмертный полк. Также планируется провести более ста мероприятий, посвященных разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В библиотеках пройдут книжные выставки, часы мужества, беседы, исторические экскурсы, слайд-программы Викторина и так далее. Ненецкая центральная библиотека Мипичкова в ноябре 2017 года планирует ждать рекомендательный список материалов «Сталинградская битва, как это было», имеющихся в фонде библиотеки. В образовательных организациях состоятся конкурсы с чтецов рисунков, виртуальные экскурсии, просмотры художественных фильмов о битве за Сталинград, литературно-музыкальной композиции, классные часы, уроки мужества. Напомню, 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне вся страна будет отмечать 9 мая 2020 года. Елена Семёнычева, Леонид Шишлов, Телеканал «Север». Продолжение следует...